Премьера спектакля «Метель» По одноименному произведению Александра Сергеевича Пушкина Из повестей Белкина Состоялась в Ульяновском молодежном театре Кони мчатся по буграм Топчет снег глубокий Вон в сторонке Божий Храм виден одинокой Вдруг метелится кругом Снег валит кулаками Черный вран свистя крылом Вьется над санями Это чистое Правда Главные мысли Соединить классику и современность Конечно Это не настолько выражать, что мы Экспериментируем с классикой Нет Здесь, наверное, Главное посыл для молодых людей Обращение к классике Если бы я мог, я бы Только классику и ставил Если бы я жил в каком-то другом мире В какой-то другой стране Но театр должен быть Созвучен с сегодняшним днем Он всегда выражал И должен выражать И будет выражать Сегодняшние актуальные Мысли Сегодняшнюю позицию Человека По отношению к миру Это и есть самая сущность Театрального представления Матья Гавриона Сама в беспрестанную Приду Высказывала свою тайну А запас Ее слова были Настоль Несообразны Ни с чем Нагаева не будет Никогда в их доме И просила Забыть о несчастном Для которого смерть Остается единою надеждой Любовь сложно назвать Пластом Пушкинской метели Но Наверное Самое главное Обратить Глаза молодых людей К человеку К его месту В этом мире Каково наше предназначение Что мы здесь На этой земле делаем Ради чего мы живем Она летела Стремглаз Несъяснимым Замиранием Сердца Тень принималась Ветер дул Навстречу Будто пытались Остановить Но В ночь Ваша Задима Стремление Наверное К такой чистой К светлой Любви Истории О любви Которая Происходит С людьми Несмотря Ни на что Скажем так Нам кажется Что уже Что-то Обламывается Что-то ломается Но в итоге Оказывается Что все Случается Так как Должно было быть Что некий Промысел В этом есть Божий И Вот это Наверное То чего Хочется В жизни И чего Хочется Во что Хочется верить Но С другой стороны Как раз Это оказывается Самым трудным Потому что В наше время Когда много Вокруг цинизма И всего такого Нам Может быть Порой Страшно Довериться Или поверить Отпустить себя В каких-то ситуациях И вот здесь Как раз Все происходит Так Как должно Было случиться Это и есть Наверное Такая сложность Которая В которой Сложно нам В современном мире С которыми Сложно нам Не знаю Свыкнуться Свериться Поверить В это По-настоящему В то Что это возможно В то Что это не просто Мечта А в то Что это реальная история Говорю, что вот так Вот случилось Еще Он не сшит Мой наряд Подвинечный Если на Переходили В небытие Не обещайте Деви Юной Любови Вечной На земле Любовь Разлука Не ходит Одна Без другой Всем привет С вами Ярослав Щедров И парк культуры Единственная в регионе Культурно-информационная программа Нам, как обычно Есть что вам рассказать А главное Что вы захотите Это увидеть И услышать Итак Начинаем Бросать новый Эксклюзивный взгляд На главные Культурные события Ульяновска И области И сегодня Этот эксклюзивный взгляд Направлен на Театральную Составляющую Нашего региона А главным Ньюсмейкером Сегодняшней программы Станет Ульяновский Театр драмы Имени Ивана Александровича Гончарова Именно здесь Произойдет Или уже Произошла Львиная доля Событий О которых я Хочу Сегодня вам Рассказать Ну и не только я Сейчас мы Отправимся В гости К директору Театра Наталье Александровне Никоноровой Которая Вполне Удовлетворит Наше Любопытство Касаемое Всех Событий Симбирской Драмы Итак Большое Экклюзивное Интервью С Натальей Никоноровой Начнем с выборов Руководителя Союза Театральных Деятелей В Ульяновской Области У нас С сентября 2020 года Во всех Отделениях Идет Отчетно-выборная Компания Это главное 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 Юридическое Мероприятие Отделений За пять Лет Мы сегодня Обозначаем Тех лидеров С которыми В ближайшие пять лет Будут реализовываться Планы по развитию Театрального искусства В Ульяновской области Что я должна сказать Что За эти пять лет В городе Ульяновске В Ульяновской области В театрах Ульяновска Были и состоялись И были инициированы Очень большие Крупные Творческие проекты Акции Социальные акции Нельзя не заметить Что Ульяновская область Отличается От Других регионов Той Большой Поддержкой Которую Союз Имеет В лице Руководителя области Когда мы говорим О состоянии Театрального дела В регионах Ульяновскую область Приводим Всегда В пример Потому что Инициативы Которые Идут От отделения Союза От театров Области Они поддержаны На уровне Министерства культуры И главное Сергея Иванова Морозова Ульяновское отделение На карте Театральной России Театрального союза Были очень Очень хорошо Мы хотим Сегодня Чтобы Люди Которые будут выбраны Во-первых Председателя отделения Во главе союза Во-вторых Члены правления Которые будут Осуществлять Все наши Инициативы Чтобы это было Продуктивные Активные Творческие Творческие Фамилии Профессиональное Театральное Искусство Должно быть Поддержано Как финансово Так и морально Скажем так Наша организация Все время Выполняется Выполняется Как-то Очень Здорово В результате Председателем Региональной Организации СТД России На следующие Пять лет Была вновь Выбрана Директор Симбирской Драмы Заслуженный Работник Культуры РФ Наталья Никонурова У нас же Тайное Голосование Это вообще Класс Мне так нравится Там все По старинке Ну Не хочу Бросать камни Но мне Это Немножко Смешит Потому что Мандаты Делегатские Билеты Тайное Голосование Понимаете Специальные Значит Отведенные Кабинки Для голосования Все Круто Значит Мандатная Комиссия Докладывает Там Редакционная Комиссия Докладывает И прочее Все Вот как это было Знаете В те самые Замечательные Времена Когда нам Партия Руководила Как бы Понятно Какая Поэтому Немножко Это Но зато Это порядок Это как бы Такая Ну История Которая Наверное Требуется В таких Вещах Ведь Это у нас Вот все Прошло Тихо Спокойно И как бы Никто Не Не претендовал Как вы правильно Сказали Но В других Организациях Как бы Эмоции В театре Дело первое Понимаете И для зрителей И для актеров Поэтому Там Идут Такие Серьезные Серьезные баталии По этому поводу В разных организациях По-разному До сих пор Не дает покоя Общественности И сбор средств Объявленные театром Драмы на памятник Народной артистке России Кларине Шадько Ушедшей Из жизни Год назад Директор театра Объясняет Это Вынужденная мера Те средства Которые выделяет Город Или Регион Как бы Они По положению Незначительные 35 тысяч Для почетного Гражданина Области Которым является Кларин Иван И 100 тысяч На памятник Почетному Гражданину Города И Вы понимаете Что по нынешним временам Это Несопоставимые Расходы Конечно Мы не ждем Что с нас Как бы нам свалится Какая-то Баснословная сумма Но Уже сегодня Есть люди Которые готовы Помочь Сделать достойный Этого человека Памятник На кладбище Мы говорим сейчас О памятнике На кладбище Понимаете И Тот Кто не дай бог С этим сталкивался Он понимает Сколько это стоит И вот Сколько мы денег Соберем Такой и будет Памятник Опять же По Кларине Ивановну И про следующую тему Которую я хочу поговорить Будет ли Каким-то образом Увековеченное Имя Кларины Шельфко В грядущем Лицидии Есть ли мысли По этому поводу Есть У нас Как бы Вот Губернатор Предложил На прошлом Вручении Премии Вы помните Она умерла В день театра Как раз Во время Вручения Всех премий И Он предложил Сделать премию За верность Сцене Имени Кларины Ивановны Премия Верность Сцене Ее имени Это Уже Вот мы с вами Через месяц Буквально там В конце марта Будем вручать Открою секрет Единогласно По решению Как бы Оргкомитета Премия За верность Сцене Будет присуждена Владимир Степанович Кузаджанов У всех будет Клоун Такой красивый А Здесь будет Как бы Вот такой Эскиз памятника Кстати Кларине Ивановне У нас фестиваль Вообще Как бы В этом году Будет очень интересный Потому что Я могу все сказать Во-первых Мы придумали Во второй раз За 15 лет Провести этот фестиваль В Димитровграде В Чердаклах В Димитровграде Мы проводили Лет 10 тому назад Вот фестиваль И там играли Свои спектакли Все ульяновские театры Просто К тому времени Их было гораздо меньше Год молодежи Мы посмотрели По заявкам Театров И Как бы Просто по Составу участников Что как раз В год молодых Мы Значит Открываем Спектаклем Который является Мы открываем Наш театр Открывает В Димитровграде Фестиваль Спектаклем Обломов Который является Ничем другим Как бенефисом Молодых Ну вообще Фестиваль у 15 лет Это как бы еще Такой Подростковый Считай Возраст Поэтому В нем будут Участвовать Исключительно молодые И те Как себя ощущают Понимаете Это так мы Думаем Конечно Не в составе Разных спектаклей Разные поколения Но все они Чувствуют себя Молодыми Задорными Потому что Ну как бы Вот ушла Это тревога Это Как бы Такое Негативное Отношение К ситуации Дальше На сцене Димитровграда Кстати Там работает Очень молодой Художественный Руководитель Илья Костенькин Который вместе С нами Занимается Этой организацией Они играют Свой спектакль Новый Который Называется Шикарная свадьба Дальше Там будет Работать Молодежный Театр Слово Молодежный Знаковое Как бы Дальше Мы переходим Значит К блоку Лицидей Для детей И в нем В этом блоке Участвует Наш Небольшой театр Они работают В ДК Славского Очень серьезный блок Это В театре Подиум Я его так условно Назвала Мастерская Там работает Сам театр Подиум Тоже с очень Увлекательным Как бы Спектаклем Маниуни Если вы не видели Я вам очень рекомендую Знаете Есть такая Замечательная Книжка Бестселлер Армянского Автора Нарине Абгаря Который Сейчас Ну Не сходит С рук Например Наших Один из самых Подаваемых Автор Да И она Кстати Тоже не Человек Несеребряного Возраста Там же Играет Анфан Терибер В свой Цилиндр Там же Состоится Торжественное Закрытие Вручение Всех Премия Но Кроме Этого Будет Еще Как бы Мы Открыли Год Книги И Если Посмотреть Ну Вообще Театр Без Литературы Не театр Литература Лежит в основе Любого Спектакля И Здесь У нас В афише Начиная С Гончарова Эдуарда До Филиппа Значит Вот Этой Замечательной Армянской Писательницы Шмид Тот же Будет Представлен Сейчас Расскажу Об этом И Гулгаков Да То есть Авторы Замечательные И Мы Решили Такой Сделать Интересный Блог О Гуркине Владимир Гуркин Замечательный Народный Драматург И Писатель Его Две Пьесы Вошли Как раз В этот Сезон Это Наша Кадриль Наш Спектакль И В Молодежном Театре Сказка Золотом Человеке На Обеих Премьерах Была Екатерина Гуркина Замечательная Екатерина Гуркина Дочка Писателя Которая Ездит За рулем Нашего Уазика И играет На балалайке Правда Поет Английские Песни Но это Чудный Человек Интересный Очень Мы хотим В чердаклах На сцене Дворца Культуры Где Родился Земский Театр Два Дня Владимира Гуркина Со Встречами С Катериной С Показом Двух Наших Спектаклей Мы думаем Что Чердаклы Должны Как бы Оценить Этот Наш Ваяж Получится Что в этом году Все-таки Ульяновские Зрители Останутся Отделены Нет У нас Еще Один Замечательный Театральный Параллель Еще Один Проект Который Называется Премия Копылова Вы знаете Что это Премия Все эти 15 лет Существует Живет И здравствует И это Премия Для Самодеятельных Театров Региона И в этом году Это будет проходить На малой сцене Нашего театра Весь этот проект Будет встречать И сопровождать Максим Юрьевич Копылов Это все идет Под его руководством И три театра Замечательных Заявили себя Как бы Для участия Во-первых Это Вновь созданный Земский театр В Кузоватого Которым руководит Виктор Конин И это самое Они привозят Кстати Оскара И Розовую даму Он сам играет Оскара Да И это Первое Второе Замечательный Есть такой Театр Мюзикла Сергея Ботова Они играют Для детей Спектакли Тута Карлсон Значит Это будет Такой Детский Мюзикл И никогда По-моему Не участвовал В Лукоморе Колеса Судьбы Это все-таки Дулгаков Осталось ответить на главный вопрос Судьи кто В этом году Мы Председателем жюри Приедет работать Валерий Сергеевич Шейман Его здесь любят Это самый лучший председатель Из всех Которые были за эти 15 лет Народный артист России Луреат государственной премии Который 33 года Значит Работал на нашей сцене И Остальных членов жюри Мы решили Чтобы Ну как бы Дать опять же Поклон Нашему Атомграду И художников И писателей И журналистов И кто там еще Как бы Отзовется Собрать Димитровград И кстати Память о Народной артистке России Лурете государственной премии Российской федерации Кларине Шадько Фестивалем Лицедей И памятником Актрисе Не ограничивается Именно сейчас В стенах этого театра Актер и режиссер Максим Копылов Работает Над новым спектаклем Это Ни много ни мало Васса Максима Горького И посвятить ее Решили Тоже Памяти Кларины Ивановны Официально Или неофициально Это будет сделано Пока непонятно А вот почему И как это происходит Я вам сейчас расскажу С помощью Режиссера спектакля Максима Юрьевича Копылова Это русская классика Это гениальный Горький Первая причина Которая важна Непосредственно В театре Это Женские роли Чтобы Занять как можно Больше барышень Эта пьеса Очень подходит Вторая причина Важная Для меня Это История О женщине В моей жизни Так получилось Что Женщины Если не центральную роль Играют То Весьма весомую Как Людмила Михайловна Допустим Матушка моя И мне вот хотелось Сделать Какой-то Какой-то Такой Памятный Подарок Женщинам Которые Поучаствовали В моей судьбе Из двух существующих вариантов Горьковской вассы Максим выбрал Именно первый Именно о матери Потому что Там раскрывается Именно Именно мать Именно женские образы Именно существование Семьи Какая она может быть О той ситуации Когда умирает Руководитель А в данной пьесе Это руководитель Помимо отцовских Всех этих Должностей Он руководитель Семьи Он основополагающий И вот Когда он Уходит из жизни Как начинает Себя вести Семья Которые все Были под ним И вдруг Этот центр Сваливается Основа мироздания Этой семьи Слушай Ну вообще Биографическая история Получается Максим Просто Биографическая Ты человек Новый Про своих родителей Понял Работая сейчас На пьесе Все что я понимаю Прямо Впоследствии Утраченного Это то Чего я не успел С ними именно О чем не поговорил Чего не успел Как я Неправильно Себя в какие-то Моменты вел Хотя мог бы И ничего не стоило Поступить по-другому Поступить иначе И нигде не терял бы А из-за своей Наивности И амбициозности И максимализма Юношеского Поступал неправильно Эта переоценка Фактов Она Она плачевна Но так происходит И с этим Ничего не поделаешь Неожиданным образом Новый спектакль Оказался связан И с Клариной Ивановной Шадько Тема ВАС У меня зрела Лет 7-8 назад Возникла И я еще тогда Ее предлагал Но мы все время Откладывали В декабре месяце Когда с Натальей Санониконоровой Мы имели диалог На тему Дальнейших перспектив И дальнейших постановок И от меня В очередной раз Поступило предложение Давайте попробуем Причем вот эта вся история Связана Знаешь Вот есть тема Звезды сошлись Вот здесь прям Звезды сошлись Пару недель назад При первой читке А есть в театре У нас такая традиция Когда Наталья Александровна На первую читку приходит Желает удачи Настраивает коллектив На работу И вот так же и произошло Она приходит к нам На первую читку И предположительно Вот так гипотетически Бросает фразу А давайте это сделаем На 8 марта Премьеру Женский спектакль Кругом женщины Подарок женщинам Опять же Все складывается И возникает мысль У обоих А 8 марта День рождения Кларины Ивановны А Кларина Ивановна Когда-то играла в Ассу А почему бы Эту линию не протянуть И вот так это возникло И вот звезды сошлись Вот сочетание Пожалуйста Проводи какие хочешь параллели И этого никто не предполагает И изначально На это даже нет Никаких перспектив Случайность Случайно У меня не классическая форма То есть там Ни сапогов Ни самоваров Ни ватников не будет Я хочу ее сделать Вне времени Любой режиссер Есть в своих работах И я в ней Ну во всяком случае Мое прочтение Мое понимание Данного произведения И тот месседж Который я собираюсь Отправить в зрительный зал Он будет считываться Поэтому я там В любом случае Буду присутствовать Музыкальная парадигма Нашей программы Нашей программы Тоже связано С театром Накануне Дня Святого Валентина Столичная музыкальная Антреприза Представила Вульяновский балет Кармен У нас спектакль Вообще идет эксклюзивный И такого в мире Больше нигде нет Все чувства Эмоции Мы изображаем Лицом Телом Пластикой Оперный спектакль Там немножко по-другому Подробнее Об ульяновской гастроли Знаменитой Истории любви И гибели Свободолюбивой цыганки Воплощенные в танце В следующем выпуске Парка культуры Ульяновский театр Студия Анфант Рыбль До сих пор Ни разу не пользовался Услугами приглашенных режиссеров Здесь ставил только Его художественный руководитель Дмитрий Аксенов И вот на днях В связи с этим В театре состоялась Своя обычная премьера Почти смешной Анекдот-цилиндр По одноименной пьесе Известного итальянского Комедиографа Эдуардо де Филиппа На сцене единственного Ульяновского Негосударственного театра Поставила без пяти минут Выпускница Российской Академии Театрального Искусства Валентина Кашевая Ученица Метро Российской театральной Режиссуры Леонида Хейфица Наши двери всегда Открыты Как мы старались Об этом говорить Всегда Открыты Новым творческим Течением Новым творческим Идеям И я С большим Энтузиазмом Отнесся к этой идее Когда Валентина Кашевая Которую поставила Этот спектакль В качестве режиссера Постановщика Обратилась Ко мне С просьбой Поставить спектакль На нашей площадке Почему? Потому что Ну, наверное, уже Всем До какой-то степени Может быть даже И приелось Что ли Хочется Сейчас модно Это разнообразие И хотелось попробовать Как нового человека Придет Со своим Новым взглядом На Драматургии На театр Вообще Как таковой С другими С своими Молодыми подходами С приходом Другого человека Возникает Какие-то Ну, скажем Несколько Иной Концептуальный Взгляд Ульяновск Потому что Очень родной Для меня город Я здесь жила Когда я была Маленькая У меня здесь Бабушка Любимый У меня здесь Мой любимый Дядя Олег Анатольевич Калмыков Достаточно Тоже такой Известный Человек В Ульяновске Я У меня очень много Воспоминаний С детства Связанных С этим городом С Волгой Что из этого Получилось Судить зрителю Зритель оценил На всех Четырех спектаклях Примерного пула Аншлаги Даже с учетом Ковидных ограничений История Зарабатывающая Мошенничеством Чтобы выжить С семьи Получилась Не столько Гомерически Смешной Сколько Душесчипательно Трагикомедийный Порой до слез Захватывающий сюжет Но при этом Со свойственной Анфантреблю Философской глубиной И кстати Больше 10 лет назад Дмитрий Аксенов Сам обращался К творчеству Эдуарда де Филиппа Спектакль По его пьесе Человек и джентльмен Долго и с успехом Шел на сцене Театра студии И вот Новый взгляд На лирическую составляющую Современного классика Итальянской комедии Не изменилось только одно Любовь к этому автору Постоянная И собственно говоря Я благодарен Валентине Опять же Хочу вспомнить ее Добрым словом Что она пришла к нам в театр Именно с этим материалом На который я Сам давно зарился И в общем так вот Счастливо случилось Видимо это Не просто так А некий промысел Что вот она принесла Нам в театр Цилиндр У меня Ты чертела Слышишь Я тебе на том же вопрос Хорошо От меня ты больше Его не услышишь И даю тебе слово Если моя жена Отправится на тот свет Я не тебе жену А теперь Обними меня И закончим этот разговор Вот тебе Подождем смерти Твоей жены Я вообще очень люблю Южные все эти истории Мне нравится Вот про темпераментных Таких людей Темпераменты Выяснение отношений Благодаря этой итальянской истории Я пересмотрела огромное количество Итальянских фильмов Влюбилась в Софи Лорен Марчелло Настрояни Витория де Сико Потрясающе Радость А ты черпала что-то от них Или брала итальянскую природу И итальянскую стресс От себя Из себя Ну где-то она видимо Наверное была Только не совсем итальянская Мол Молдавская кровь то есть Может быть Что-то там Немножко Из генома достало Проходите Плюбуйтесь Старого сумасшедшего Который хочет Передпать Своей женой Давай Проходите Не щитите Проходите Я посвятить Ваши личные дела Чем хуже я вас Мне от этого не холодно И не жарко Главное Главное Вот Создать Такую Живую структуру С потенцией К развитию Чтобы Спектакль Был Таким Живым Организмом Способным К росту В разных Измерениях Пусть я Некрамотная Но сегодня я поняла У кого настоящий цилиндр У того сумасшедшего Рита Рита Ну-с Теперь Ваша очередь Прискаться на балконе На этом Специальный Театральный Выпуск Единственной В регионе Культурно-информационной Программы Парк культуры Завершен Ждем Фестивали Лицидей И ждем Нового Эксклюзивного взгляда На главные Культурные события Ульяновска И области Здоровья Удачи Радости Успехов Всем пока Увидимся До встречи